Девушки отдыхают Девушки отдыхают Перед нами полноценный шутер, графический и геймплейно сопоставимый с Human Revolution. Перемещаемся мы с видом от первого лица, а стелс-элементы вроде укрытия и тихих убийств переводят камеру на вид от третьего. Неудобства можно испытать только во время стрельбы. Автоматический режим прицеливания неэффективно атакует цели, которые движутся. Ну а в ручном режиме просто трудно перемещаться и стрелять одновременно. Возможно, это такой ход конем, чтобы вы проходили игру в стелсе. За него и очков опыта больше дают, да и просто приятнее бесшумно расправляться с врагами. Кстати, все действия интуитивно тапаются. Хотим взломать терминал, просто подходим и кликаем на него. Нужно отсидеться в укрытии. Легко щелкаем по нужному объекту и смотрим, как Бен сам к нему прилипает. С той же легкостью ставим улучшение и кидаем гранаты. Оружие и полезные фичи прокачиваем в специальном меню. Есть и невидимость, и способность пробивать стены. Проще говоря, ребенку передались все черты папочки. То же самое и с картинкой. The Fall вас ждет та же графика, что и в Human Revolution, если запустить ее на средних настройках. Стоит игра 230 рублей. И это совершенно не избавляет ее от микротранзакций. За деньги можно сразу прокачать персонажа и легко пройти игру. Впрочем, не внося мзды, вы тоже не испытаете больших трудностей. Как бы то ни было, игру пиратить мы не советуем. На взломанных девайсах вы будете лишены возможности стрелять. Пусть ваш хакерский навык сравним с навыком Адама Дженсона, все равно не поскупитесь на покупку. Даже с микроплатежами она того стоит. Deus Ex The Fall при всей своей миниатюрности легко тянет название полноценного дополнения для старшей игры. На последних моделях iPad The Fall смотрится великолепно, да и сложно сказать, что она урезала главную суть Human Revolution. Наш вердикт таков, что две сотни рублей за такое удовольствие совсем не жалко. Поэтому даже если вы не фанат серии Deus Ex, но стелс-экшены вам по душе, обязательно оцените эту игру в свободное время.